Добрый день, мои дорогие любители вязания! В первых видеокадрах вы видели меня вот в этом шакете. Я обещала сделать небольшой обзор, почему, что, зачем и как. Но для начала хочу сказать о том, с чего все это началось. Началось с того, что я купила в стоковом магазине вот такие нитки. Это ДМС, французская нитка, хлопковая, очень-очень хорошая ниточка, она где-то идет в 20 граммах, у меня было несколько моточков, там было 280, несколько моточков 159 грамм на 20... 150 метров на 20 грамм. И мы с вами вязали красивые мотивы, разнообразные. Их у меня собралось так много, мне просто их было и жалко распускать, жалко выбрасывать. Но ниток на полностью, на все изделие у меня не хватало. И мне пришла такая идея сделать нечто подобное, как бы собрать в стиле печеволка так, чтобы это было широко, легко, свободно. И так оказалось, что у меня был кусочек льна. Вот лен, да, я зачитала лен вот с этой вот вязаным изделением, вязанными нашими мотивами. Сколько льна, я тоже не знаю, а просто вот как бы такая у меня идея, несколько даже была такая... Идея была несколько авантюрная. Я не знала, что в итоге получится. Ну и что получилось, мы сейчас с вами посмотрим. Вот у меня вперед, да, я надеюсь, многие узнали вот этот вот квадрат, который мы с вами соединяли. И вот у меня спинка. На спинка у меня более живописная, будем говорить так. Вот такой мы с вами вязали круглый мотив. Я добавила еще два и соединила их между собой. И что еще я сделала? Я соединила вот эти мотивы между собой как бы филейной сеткой, видите, вот по кругу. Вот еще один с вами мотив мы вязали. Эти мотивы мы вязали с вами на втором канале. Не на первом, а на втором. Он немножко поменьше. И я вяжу там именно то, что связано, допустим, с катертью, салфеточкой, какой-нибудь такой, в общем-то, очень легкий, воздушный, красивый мотив. Вот такой мы с вами вязали, видите, мотив. Я их все соединила между собой и как бы добавила филейную сетку. Ну и, естественно, по поводу льна. Льон тоже был таким небольшим кусочком. Я сделала выкройку и пыталась его некое как бы раскроить. Вот видите, вот у меня бочок. У меня не хватало кусочек. Я эти два кусочка, которых могла соединить между собой, я связала вот тоже как бы филейной сеткой. Смотрим рукав. Рукав, видите, вот он достаточно такой широкий. Я его на, скажем, тыльной стороне сделала на резинке, чтобы он собирался. А лицевая часть, вот еще, пожалуйста, такой квадрат. Именно вот этот квадрат мы с вами вязали. Я довязала вот эти вот уголки, сделала этот квадрат немножко побольше. И, естественно, для того, чтобы немножко сэкономить, ну, свою ткань, да, у меня получается ограниченное количество ниток и ограниченное количество тканей. Ни с тканей нести так не сделаешь отдельное изделие. Поэтому у нас получилось нечто вот такое сборное. И вот такая вот получается филейная сетка. Мы с вами подойдем немножко ближе камер. Я потом покажу все это поближе. Но для того, чтобы было понятно, как это выглядит, вы смотрите это во всю величину. Видите, кусочки, кусочки льна, я их раскроила и между собой. Каждый из них я обвязала, обвязала этой ниточкой и соединила. Смотрим еще что. Еще один интересный, не знаю, да, вот кайма. Кайму мы с вами точно все связали. Я показывала, кайма у меня это низ и кайма на рукаве. Именно с этого у нас и началось общение по поводу этого жакета, который я обещала, что покажу. Вот сделала на спинке внизу вот такую вот цветок, не цветок, некое такое вот цветок как бы с лепестками. Это я увидела на одном канале Яна. Яна, дальше не помню, дальше не помню, надо найти. Она просто рисует крючком очень красивые у нее вещи, именно для ирландского кружева. И я так увлеклась, что в общем-то между делом связала вот этот вот такой красивый ее цветочек. Что еще хочу сказать, да? И еще хочу сказать вот о чем. Хочу еще показать вам застежку. Да, конечно, можно было бы, допустим, делать без застежки, но так как у нас жакет, и опять-таки все это связано с тканью, как она у меня там могла я ее раскроить. Соединила я ее вот таким вот образом, видите, и поставила на кнопки. Кнопки нашла вот такие прозрачные, да, они в цвет изделия практически не видны. И хотела здесь нечто другое сделать, но потом не стала уже больше ничего лепить. Сделала вот такие вот пуговички. Вот как бы в итоге, да, из того что было, я тебя слепила. Получился у нас вот такой вот жакет. Вы точно так же можете. Я так думаю, что у многих из вас есть связанные элементы. Может быть, кто-то вяжет с одной. Конечно, лучше, если это будет с одной ниточки сделано, да? И тогда мы с вами с одной ниточки соединим вот такой вот жакет. У меня под видео, там где мы с вами вязали кайму, спрашивали, как я это делаю. Мы сейчас с вами перейдем к амире. Я покажу немножко, как это сделать. Поближе посмотрим, как у меня сделано. И покажу, как нам соединить с вами ткань с мотивом. Для того, чтобы получить, может быть, что-то такое. Может быть, вы придумаете что-то свое, более интересное, более красивое. Пока я вязала это, я еще кое-что придумала. Посмотрим, может быть, еще и с вами сделаем. Ну, а пока сейчас мы с вами перейдем ближе к камере и уже поговорим более детально. Мы с вами перешли ближе к камере. Что тут для нас интересно? Вот видите, у меня раскроены части моего жакета и я их со всех сторон обвязала столбиками без накида. Вот у нас квадраты, которые я соединила в полотно и их привязала. Вот с изнаночной стороны я просто беру и провязываю, соединяю их столбиком без накида. Видите? Тогда, когда у нас квадрат, это удобно, нам не нужно его выравнивать в квадрат. Но когда у нас с вами идет круглый мотив, вот, например, у нас круглый мотив, и нам его нужно неким образом соединить и выровнять. Вот я взяла один круг, взяла другой круг, по краям я вот соединила вот такими, и затем уже вот эту саму часть я хотела, вернее, выровняла сеткой. Вот сетка тут, тут, да, вот здесь у меня вот так вот сетка. Там, где у меня не хватает, допустим, материи, вот кусочек боковины один и кусочек другой, не хватило, я просто вставила вот такую вот вещь, да, вот пришила или привязала сразу же нашу кайму, да, мы с вами ее вязали, вот отделала низ и затем привязала. Смотрим, что у нас еще на спине, вот, вот у нас с вами тоже мы вязали такие вот мотивы, они у меня соединены, и затем я их соединила между собой филейной сеткой, видите, вот выровняла край, что мне позволило привязать его уже к полотну. Вот другой, другие два элемента, да, точно так же мы с вами сделали. Смотрим на рукаве, вот мы с вами вязали вот этот квадрат, я думаю, многие помнят его, это вот пальто связано с таких квадратов было, и мы его с вами разобрали, да, хорош квадрат, но сам по себе квадрат мне показался маловат, вот, и я с каждого угла довязала еще вот такой вот как бы уголок. Получается, выровняла и получила чуть больше квадрат, да, такой вот. Там, где мне не хватает, или, в общем-то, как бы по тому, как он смотрится, можно довязать еще вот филейную сеточку, видите, я довязала вот с такими вот как бы шишечками. И вот рукав кайма, да, мы ее обвязали, и прямо на этой обвязке мы с вами, помните, вязали кайму. Рукав у меня с тыльной стороны, как я показывала, на резинке, да, вот изнаночная сторона, и пришита резинка. Что еще? Ага, вот наши кнопки, такие вот пластмассовые, может, не великоватые, но в любом случае, как бы меньших я не нашла, что позволяет нам закрыть. И вот наша пуговичка, вот в такой вот как бы звездочке. Схема на вот эту звездочку навяжется очень просто, я, по-моему, даже выложила в Инстаграм. Кому нужно, может зайти посмотреть. И, как вы видите, вот полностью, да, мы потихоньку его собираем. Ну, понятное дело, что нам нужна выкройка. Ну, выкройку делать я не буду вам, потому что я особо шить как бы могу, но рассказать вам и сделать выкройку, думаю, что это уже не мое. Вот видите, вот у меня плечевой шов как оформлен. Вставила. И постепенно мы перешли на рукав. Рукав я нет, я просто вшила на машинке, не сшивала его между собой вот этими вот швами. Вот как бы мы с вами ближе посмотрели. И теперь, как я и говорила, что многие хотят увидеть, как это все происходит. Вот смотрите, вот то, что у меня есть, мы с вами вязали вот такой мотив. Мы с вами вязали вот такой мотив, да. Но эти мотивы требуют, чтобы мы их выровняли, чтобы у нас получилось ровное. То есть мы здесь с вами вяжем петли воздушные и потом сетку. Но мы с вами вязали вот такие вот вещи. Вот смотрите, какое красивое кружево, да. Вот одно, вот другое. Это уже не требует никакого выравнивания края. Уже оно все готово. Мы взяли с вами и применили в нашем изделии. Это если кто у кого нет, допустим, навязанных вот таких вот. Ну, как я уже сказала, видите, если у нас оно будет с разных ниток, то я не думаю, что эффект будет таким, как вы увидели у меня. Он будет несколько, ну, наверное, будет хаотично смотреться. Желательно так, чтобы вот ниточка была одинаковая, да. Если у нас уже разные нитки, то уже смотрится по-другому. Вот такой мы с вами мотив вязали. Он смотрится очень красиво. Опять-таки, его соединить в полотно такое ровное или в квадратное. Ну, то есть, опять-таки, это вы все можете сделать. И все это можно найти у меня на канале. Вот мы с вами вязали вот такую вещь. Цветочек вот с такими листиками. Пожалуйста, это может быть та же самая пуговичка, да. Или же какая-то отделка другая. Какие-то вы можете цветы разбросать по вашему полотну. Все это есть. Вот у нас есть с вами вот такая кайма. Хорошо подобрать нитку и будет смотреться отлично. Так, давайте разберем, как мы с вами соединяем. Мы должны с вами край. Выкроили мы с вами полотно. Край вот так вот. Немножко завернуть на изнаночную сторону. Приготовить его для обвязки. И мы берем с вами ниточку. Я сделаю петельку. Крючок я сейчас взяла 0,75. Но сам жакет я обвязывала 1,1. Мне хочется... Вы видели, что у меня тоже не совсем ровно получилось. Во-первых, это должен быть какой-то навык, да. Вот этих вещей. Во-вторых, мне кажется, что все-таки очень правильно должна быть подобрана нитка и крючок. Для того, чтобы все-таки сама работа хорошо шла. Вот мы должны с вами закрепиться. И вот теперь мы заворачиваем наш край. И нужно отмерить, ну как бы чувствовать, да. Отмерить это нельзя. Это, в общем-то, уже по ходу движения. Движение вы уже сами поймете, куда нам нужно вколоть и на каком расстоянии стежок от стежка должен быть. Когда вот вяжешь, ну, не останавливаясь, я потеряла. Тогда, в общем-то, получается более ровно. Когда немножко отвлекся, то получается неровно. Я вот связала немножко отдельно за камерой. Почему? Потому что руки под камерой, нитка тонкая, крючок тонкий. Я и в очках не очень хорошо вижу ее, потому теряю, да. Ну вот, сейчас у меня немножко лучше получается. Вот вы видите, как это происходит. И вот. Процесс такой достаточно длительный. Вот. Тут я уже вот так. Вот видите, мы с вами, я провязала, это совсем тонкая нитка, да, и крючок 0,75. А здесь у меня была ниточка, очевидно, в 20 граммах 159 метров. Тут я не знаю сколько. И крючок 1,1, да. Вот уже чувствуется разница. Вот. То есть, когда нитка тонкая, крючок тонкий, тогда и соединение смотрится красиво. Ну, в принципе, я так думаю, что в моем варианте тоже нормально. Теперь смотрим. Вот у нас с вами есть обвязанная ткань. И, к примеру, у нас с вами есть вот, вот у нас с вами есть, допустим, кайма связанная, да. И нам, смотрите, вот мы можем уже и соединиться. Здесь у нас есть петельки, и здесь у нас есть петельки. То есть, мы можем его соединить вот так лицо к лицу, да, взойти. Ну, я не буду отрывать нитку, и сразу же вот, где-то у меня нитка моя. Вот так. Тут петелечку, тут петелечку. И столбик. Вот я соединила, и на лицевую сторону мы с вами видим, как у нас произошло соединение нашей каймы и полотна. Вариант, пожалуйста, есть. Показала. Теперь, дорогие мои, я, ну, насколько нужно показывать, как мы соединяем столбиками, вернее, воздушными петлями мотивы, затем идем на сетку. Я, правда, не знаю, насколько это, в общем-то, важно и нужно. Это настолько понятно и настолько индивидуально, потому что есть вот такие мотивы, да, есть вот такие мотивы. И тут вы уже должны проявить свою творческую натуру и сделать это все самостоятельно. Единственное, что я еще хочу, как бы, отметить. Если кто-то захочет, допустим, набрать льна, то, ну, обычно идут, берут, да, две длины. Это длина самого изделия и длина рукава. То есть, самого изделия, там, сколько, 70, 80, 60 сантиметров. Если 150, опять-таки, по объему, да, у кого-то размер 44, у кого-то 54, чтобы поместиться и как нам потом раскроить. Я думаю, ориентироваться можно на длину из этой, длина изделия, из этого кусочка. Мы тогда сможем выкроить с вами и само полотно, и рукава, то, что останется. Почему? Потому что рукава-то, в общем-то, у нас и само изделие дополняет вот этими вот вещами. Или же брать две длины, длина изделия и длина рукава. Тогда это будет где-то метр пятьдесят, метр, там, тридцать. Вот в таком плане должно быть набрано материи. Ну, а ниточки, я думаю, там, вы уже подберете самостоятельно. Самое главное, чтобы они были тоненькие, изящные и красиво смотрелись в вашем изделии. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела рассказать и показать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!